В паре предыдущих видео я уже упоминал, что на данный момент атеизм, как некое понимание реальности, растет быстрее религий и даже быстрее ислама. Я упоминал, что даже Саудовская Аравия и Ближний Восток сдаются под натиском аргументации атеизма. И если говорить о религиях, то их рост замедлился во всем мире до банального замещения умерших родившимися, в тот момент, когда количество атеистов в 20 веке показало рост больше тысячи процентов. Прежде чем мы начнем, я должен сказать, я не атеист, никогда им не был и никогда не буду. Но, как говорил Сократ, истина дороже. И если в сравнении с религиями у атеизма есть преимущества, очевидные, правильные, находящиеся на поверхности, о них нужно сказать, ведь так будет честно. У этого видео, у этой темы будет два выпуска, и следующее будет называться «Пять причин стать верующим». И причины эти не менее, а может даже более весомые, нежели, чтобы стать атеистом. Чтобы узнать об этих причинах, нужно, конечно же, подписаться на канал, нажать колокольчик под видео, чтобы не пропустить эти видео и досмотреть его до конца. Тогда все станет понятно. Дорогой зритель, если ты смотришь это видео, то и есть настоящее сопротивление глупости и невежеству, которые поглотили этот мир. Приветствую вас на канале Нулевой Пациент. Ну что ж, приступим к рассмотрению по существу. Пророк ислама Мухаммед принял участие в 27 военных походах и битвах. Всего было 8 крестовых походов, в которых погибло от 1 до 9 миллионов человек. Бог авраамических религий, ислама, христианства и иудаизма в общей сложности, исходя из Библии, убил почти 2,5 миллиона человек. Когда речь заходит о том, сколько погибло людей во время крещения Руси, цифры называются от несколько десятков тысяч до жутких 9 миллионов. И я уже не говорю о том, какое количество людей в разное время были принесены в жертву богам в Древней Южной Америке. Быть атеистом – это значит быть приверженцем движения, некого понимания реальности, которое не имеет никакого отношения даже не к озерам, а к морям крови, в которых с удовольствием плескались как боги, так и люди, святые, первые пророки, насаждавшие прекрасные, добрые и мирные религии. Где бог так сильно любит вас, что нужно вырезать людей миллионами ради того, чтобы вы наконец-то это поняли. Знаю, знаю, знаю. Про Китай знаю и то, как он якобы уничтожает буддизм. И про революцию 1917 года знаю, когда коммунисты разрушали храмы и боролись с религией. Давайте предположим и нагло приклеим атеизм к этим политическим строям. И показав пальцем, скажем, вот видите, как только у них оказалась власть, они стали делать то же самое. Так сделать можно, но это будет неправдой. Дело в том, что коммунистический Китай не уничтожает буддизм, а не признает его независимость. Хотите быть буддистами, да ради Мао Цзэдуна будьте кем хотите, но только под протекторатом Китая и не критикуя его режим. Но ведь священная столица Тибет Алхаса на месте, ее никто не разрушал, как это сделал радикальный ислам, а именно Талибан, уничтожив практически одно из чудес света, высеченные в горах статуи Будды в Афганистане. Если говорить о большевиках и православии, то здесь все еще более интересней. Да, храмы разрушались, да оттуда выносилось золото и прочая роскошь, которая там ни к чему. Да, православных священников ссылали иногда в лагеря, но массовых расстрелов и поголовного истребления священников не было. Цыц, я буду говорить. Вот мой прадед, священник, настоятель храма, один из двух моих прадедов-священников. Один из них оказался в лагере. Я осуждаю такие действия советской власти. Но, побыв там, он вернулся, и это ему никак не помешало умереть, когда ему было за 90. Так что никак, даже если прочитать сотни книг и копаться в миллионах архивах, не получится провести прямую между насаждением некой идеологии или взгляда на мир и десятками миллионов жертв в контексте атеистов и атеизма. Быть может, потому что атеизм равно цивилизованность, знание и понимание, а не религиозный фанатизм. Бог так сказал. Если ты атеист, значит, те, кто его исповедовал и насаждал, никогда не убивали и не резали миллионы людей. И это причина, чтобы стать атеистом номер пять. Хорошая причина. Кровь и насилие, даже во имя Бога, это мерзость. Вы знаете, что такое объективизм? Если по-простому, то это восприятие реальности и действительности такими, какие они есть, без заморочек. Вот дерево, вот листочек. И это просто дерево и просто листочек, благодаря которому мы можем жить и дышать. Но это не живое существо, тайна вселенной, созданная Богом и мистическими духами, одарившими нас всей окружающей действительностью. Да нет, мать его, это просто дерево. И мы должны заботиться о нем, потому как от него зависит наша привычная комфортная жизнь и выживание. Оно будет просто деревом, пока наука не докажет обратного. Это очень по-простому, что такое объективизм. Конечно же, объективизм не просто часть атеизма, а это его суть, практически центральное зерно. Но дополнительный толчок и одним из пропагандистов объективизма была величайшая атеистка среди прочих Айон Рэнд, писательница, чьи книги читают на удивление очень успешные и богатые люди, тоже атеисты. Ее нельзя назвать полноценной атеисткой, но ее точно можно назвать стопроцентной объективисткой, для которой жизнь такая, какая есть. Вот человек умер. Очень жаль. Прекрасный был человек. Но при чем тут душа, рай или ад? Нет человека и все. Как и с животными это бывает, с деревьями и даже с планетами и звездами. Так и с человеком. Был он, теперь нет. И он послужит удобрением для почвы, что позволит питаться, дышать и развиваться будущим поколением. И мы это знаем наверняка, ведь у нас есть предки, история, а вот вернувшихся с того света натуральным образом, опровергающих этих слова, нет ни одного. Что-то летит в небе. Это инопланетяне, они похищают людей и ставят эксперименты, и скоро будут гибриды населять Землю. Нет. Если ты не можешь идентифицировать объект, это просто неопознанный летающий объект. И все. Это может быть что угодно, даже просто очень легкий кусок мусора, который поднял в небо ветер. Вот что такое объективизм и, соответственно, атеизм. Возможность реально смотреть на вещи. Недавно в сообществе канала я задал вопрос о том, на какие темы следует снять новые видео. А мне поступило более 200 ответов. Знаете, что там было? Систематическая ложь НАСА и Роскосмоса, форма Земли, родноверы, потоп и атомная война 1812 года. То есть для некоторых людей все эти темы некий вопрос сомнений. А какая же причина? Да просто какой-то громотей очередной с шапочкой из фольги на голове показал какое-то супер видео, где что-то не так с домами, у которых первый этаж наполовину закопан. Причин для многих теорий и сомнений просто нет. Но люди не хотят смотреть объективно на реальность. Такой, какая она есть. И тратить силы на реальные вещи и проблемы, как это делают, конечно же, атеисты. Ведь у них нет времени на то, что они не видели или кто-то выдумал. Вот мир перед вами, такой, какой есть. Делайте его лучше. Не ищите подводных камней. За вас это сделает наука. Объективизм и возможность принимать реальность такой, какая она есть, не накручивая чего-то, что не существует и чего не видел. Четвертое уверенное место среди причин быть атеистом. А мы поднимаемся выше. Дорогие друзья, лучший способ поддержать канал и ускорить выход новых видео, это приобретать мои книги. Именно благодаря этому я, например, купил свет, а также другое оборудование, чтобы мои видео были лучше. Мои книги стали хитами. Они есть всюду. Но лучше всего и выгоднее, конечно же, покупать их у меня. Смотрите под этим видео. Ссылки в описании. Пишите мне и приобретайте книги. Заранее всех благодарю. Я достаточно часто критикую многие религии или скорее всю ту агрессию и злобу, тупость, которая в них есть. Я поссорился со всеми. Остались родноверы и буддисты. Даже индуисты оказались еще теми фанатиками. И если бахагават гита для тебя ничто, то ты тупое невежественное чмо. Ну, в общем, все как всегда. Так вот, я регулярно получаю доброжелательные в кавычках комментарии людей в стиле «Да покарает тебя Всевышний!» Или «Ты ведь понимаешь, что не вечно будешь жить и отвечать придется за сказанное в аду или перед Богом». «За что? Я, как ваши священнослужители, не обираю нищих, катаясь на Мерседесе, не совращаю детей, не призываю к джихаду, наоборот, борюсь с педофилией, матом не ругаюсь, трачу последние деньги на больных раком детей, не обманываю, не ворую, не насилую, за что меня в ад. Неважно. Причина у холерика Бога всегда найдется, и меня явно ожидают страдания в аду. Как же хорошо атеистам, ну, по крайней мере, до смерти, по мнению верующих, ни кармы, ни рая, ни ада их не ждет. И, соответственно, уделять время мыслям об этом не стоит. И самое главное, о, люди, услышьте меня, можно вести себя как угодно и поступать так, как ты считаешь нужным, без мыслей о карме и ответственности в аду или перед каким-то там Богом. То есть атеист – это искренний и открытый человек, а не гнида, которая сдерживается только потому, что боится ответственности перед наказанием с небес. Вся ответственность атеиста – это криминальный кодекс. Верующие же отвечают и перед криминальным кодексом, и перед Богом, во время жизни и после смерти. Какой ужас! Всюду какая-то ответственность еще и с перспективой гореть в адском пламени. И поверьте, есть люди, которые не просто много об этом думают, а сделали это своей судьбой, наплевав на себя. Здесь они делают все возможное, чтобы получить место там, безумно боясь ада, огня, чанов, пыток, вырванных языков, вилл, чертей, джинов, прочих шайтанов и так далее. Как вам объяснить верующие? Боль – свойство нервной системы и электрических сигналов, передаваемых в мозг. После того, как они туда попадают, мозг принимает решение – обморок, чтобы не умереть от болевого шока, или повысить давление, чтобы сердце не остановилось, или адреналин, чтобы убежать от опасности, и все это добро исчезает в гробу. Чем там испытывать физическую боль, если все, отвечающее за это, сгнилось здесь? Но дело в том, что карма, кормушечка, рай и адик – это система поощрений, система справедливости. Верующие настолько беспомощны, основное количество, они настолько никто, их жизнь порой настолько тяжела и трудна, что какую-то падаль, жестокую, воровитую, накажет после смерти только Бог. Ведь здесь справедливости нет. Здесь верующий столько страдал, что он будет счастлив и королем там. Какое все-таки тщедушие, верующие. Вам не стыдно? Это вместо того, чтобы взять в свои руки реальность и добиваться справедливости сейчас. Но у вас же на все воля Божия. У атеиста нет рая, у атеиста нет ада, нет кармы, а значит, он должен делать что-то сейчас, здесь, чтобы быть счастливым, реализованным, чтобы добиться справедливости. И это правильно. Отсутствие кармы, рая, ада и прочих плюшек от богов, как системы поощрения и системы достижения справедливости у атеистов, третье место среди причин стать атеистом. И лично для меня эта причина номер один. А мы следуем дальше. Нил Деграсс Тайсон, всемирно известный астрофизик и популяризатор науки, однажды в одном из своих выступлений сказал, что из общего количества ученых верят в Бога 12-15 процентов, остальные атеисты или агностики. Он высказал озабоченность по этому поводу, так как ученый не имеет права во что-то слепо верить, пока не докажет это. Несмотря на то, что верующие, некоторые не очень любят атеистов, они с огромным удовольствием используют все то, что создали и создают атеисты. Итак, Твен, Чаплин, Энштейн, Брэд Питт, Хокинг, Эдгар Алланпо, Фрэнсис Крик и сотни других великих людей и ученых были атеистами. И если мы говорим о нобелевских лауреатах, то их, конечно же, большинство. Комфорт, который мы сейчас имеем в окружающем нас мире медицина, энергетика, машиностроение, интернет, технология, а также рост средней продолжительности жизни, благодаря которому все больше людей в возрасте выглядит отлично, все это создано в основном атеистами. И связано это с пониманием, что после смерти ничего нет, а значит нужно трудиться, чтобы найти способ удлинить молодость и здоровую жизнь сейчас. Ведь жизнь это хорошо, а не жизнь это плохо. Ну то есть не плохо, а просто никак. Существовать и влиять на существование интересно. Страх смерти и понимание, что там ничего нет, величайший двигатель прогресса и науки, прикладной науки, которой мы все пользуемся. Никто не имеет права тратить три месяца на путешествия из одного конца страны в другой, пешком или на экипаже, потому что три месяца это жизнь. Значит должен быть поезд, самолет или машина. Их нужно создать, чтобы было время на жизнь, а не на борьбу за нее. И в этом атеисты преуспели значительно больше, чем все верующие вместе взятые. Нельзя во время чумы полагаться на иммунитет и Бога. Нужен пенициллин и прочие лекарства, которые сейчас лечат болезни, убивавшие когда-то миллионы человек, понимаете? Не упование на Бога, веру и религию, а только на себя двигает вперед наш с вами комфорт. Вопросом выживания, борьбы с глобальным потеплением и углекислым газом сейчас занимается не верующий, а атеист Билл Гейтс, установивший машины, переделывающий углекислый газ обратно в кислород. Да-да, я знаю, чипы, адринохром, предсказал эпидемию, тайное правительство с этим позором не ко мне, а кому-то другому. У вас есть соратники, они вас наверняка поддержат. Вы даже гадости на Гейтса пишите благодаря программному обеспечению, которое создал он. Правдивые вы мои. Быть атеистом значит оказаться в чудесной кампании очень интересных, умных и безусловно великих людей, чьи открытия в какой-то момент стали революционными, благодаря чему мы имеем массу положительного в нашей жизни. И самое важное, это еще не конец. Средняя продолжительность жизни благодаря медицине, питанию и научным открытиям растет в цивилизованных странах, но она еще недостаточно, чтобы пережить долгий полет к звездам и многое другое. А значит ученые, среди которых 85% атеистов будут работать над этим и их достижениями, с удовольствием будут пользоваться все верующие, всех конфессий, чудесная кампания ученых, писателей, актеров, атеистов и их достижения. Второе место среди причин стать атеистом. А мы наконец добрались до первого места. У меня есть друг, англичанин, аристократ, масон, 33-й, самой высокой степени посвящения. Он занимается атомной энергетикой по всему миру. Именно он возвел новый саркофаг купол над Чернобыльской АЭС. Однажды он мне сказал, что он атеист. Именно этот человек, выпив, алкоголь, сказал мне, есть тайные общества значительно выше, чем иллюминаты. А ничего, что тайные общества подразумевают почти всегда оккультизм, то есть мистицизм. Какой нафиг атеист? По идее, при посвящении в масонскую ложу перед тобой лежат три книги. Коран, Новый Завет и Ветхий Завет. А буква G в символике масонства означает God, то есть Бог. Великий архитектор вселенной Энтони, ты не можешь быть атеистом, но он лишь повторил, я не верю в Бога, но я верю, что человек может стать Богом. Это его слова. Когда в комментариях на канале начинается обсуждение религии, веры и ее отсутствие, очень часто верующие люди пишут примерно следующее, без религии веры человек просто животное, без религии мы превратимся в монстров и так далее. Когда ты это читаешь, ты очень хорошо понимаешь, что предоставь человеку, который написал подобное, стопроцентное доказательство отсутствия Бога, рая и ада, а еще освободи от криминальной ответственности, он таким и станет животным и монстром. То есть постойте, многих людей от того, чтобы превратиться в омерзительных маньяков, удерживает лишь религии или закон, какой стыд и позор. А почему вдруг верующие думают, что если атеист, то сразу циничный, холодный, аморальный, безнравственный и злой человек. Нет, это не так. Для атеистов любая позиция это их выбор. И если атеист такой, это не из-за религии и страха, ответственности перед Богом. Он действительно такой. Он сам себе Бог. Ему никто не может сказать, каким ему быть, какие науки изучать, а какие нет. Быть ему моральным или аморальным. Что говорить обо всех, включая чего-то Бога или нет. Он сделает выбор этот сам, ведь он сам себе Бог. И этот период его жизни, будь то 80 или 100 лет, он сам будет выбирать, кем ему стать и что ему делать. Если он решится что-то сделать, то это будет не ради Бога, а ради тех, кого он любит и кем дорожит. Ну, или ради себя. Мне кажется, это совсем неплохо быть самому себе, своим решением, своему пути хозяином. Совсем неплохо верить в себя и тех, кто тебя окружает, и делать вместе с ними, сообща что-то, что сделает жизнь дольше, комфортнее, здоровее, счастливее. Мой друг масон, видимо, часть великой ложи, по той причине, что он родовой аристократ в Британии, и не мог не быть ни масоном. Однако он неплохой человек, его жена украинка, у него дети, сейчас он живет в Берлине, так как делает какой-то большой проект, связанный с атомной энергетикой, и он атеист, и он счастлив, и дом его, и его жизнь полная чаша, и он хороший человек, который всегда придет на помощь. Первое место среди причин стать атеистом вера в себя, и возможность быть самому себе хозяином. Да начнется срач в комментариях с цитатами «Аннушка уже разлила масло» и прочая банальная чепуха. Дорогой друг, если ты посмотрел это видео, ты красавчик или красавица, а главное, ты и есть настоящее сопротивление глупости и невежеству, которое разъедает как многих верующих, так и многих атеистов. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписка, лайк, комментарий, колокольчик. И помните, друзья, грядут перемены. До встречи. Уважаемые друзья, все, кто так ждет Пашку, могут радоваться. В следующем выпуске он уже появится и, честно признаюсь, он уже просится в кадр. Сейчас будет у него настоящий бенефис. Вы дождались. В следующем ролике будет Пашка. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова